Маткульт, привет всем, друзья мои! Прогрессии! Я веду кружок в физтехлицеи у седьмых классов. Вот, ну и мы там занимаемся, ну, вокруг обычной программы математических классов лучших школ. В частности, используем листочки 179, где Мишенька учится. Вот, и там, значит, задача, над которой я ломал некоторое время голову. Вот, мне пытался ее сдавать там один из очень активных учеников. В общем, я понял, что задача, на самом деле, такая красивая, что она должна быть на канал выложена. Задача такая. Можно ли покрыть натуральные числа? Ну, на самом деле, можно и целые, но раз уж задача про натуральные, пусть будут натуральные. Объединением прогрессий с разным шагом, арифметических, арифметических прогрессий с разными, ну, вот я бы должен был строго сказать с разными разностями, но разными разностями, это как-то странно звучит, да? Поэтому употребим слово с шагом, с разными шагами. Вот, n равно, можно, чтобы пересечение было тоже не пустое, это разрешается. Можно ли вот так сделать? И если можно, то за какое минимальное количество прогрессий это можно сделать? Ну, естественно, шаги больше единицы, иначе мы возьмем натуральные числа, объявим их прогрессией, и задача будет решена в один ход. Итак, у меня есть, ну, как бы, как это надо видеть, да? У меня есть ячейки одна за другим. Вот так вот. И мы, значит, сюда помещаем. Ну, например, если прогрессия с шагом 2, вот она у меня есть. То есть, я уже половину натурального ряда уже закрыл. Если бы мне можно было еще одну прогрессию с шагом 2 использовать, то я закрыл бы и оставшуюся половину. Ну, вот беда, нельзя. Нельзя. Значит, соответственно, мне нужна, как минимум, еще одна прогрессия. Но ясно, что одной я не обойдусь, потому что просто по соображениям плотности, да, следующая прогрессия будет уже с шагом больше, чем 2. Как минимум, 3. Но прогрессия с шагом 3 покрывает, если взять большой кусок, да, вот это соображение плотности, кстати, играет важную роль в решении задачи. Можете, кстати, нажать на паузу и подумать сами. Некоторое время. Так вот, если я возьму большой кусок натурального ряда, то ясно, что прогрессия с шагом k покроет одну катую вот этого большого куска. вот, и никак не больше. Но единственное, что, так сказать, если, значит, ну, если, например, я возьму прогрессию с шагом 4, она может покрыть одну катую от этого куска, но она может аккуратненько покрыть ровно ту одну катую, которую нам хотелось бы покрыть. То есть она не будет повторно идти по уже покрытым местам. И вроде как вот было бы круто, да, еще вот четвери поставить. Ну вот, но ясно, что если нельзя после прогрессии с шагом 2 поставить снова прогрессию с шагом 2, то оставшаяся непокрытая часть – это половина большого куска. А любая прогрессия покроет, ну вот, не более чем, значит, одна треть, соответственно, одна четверть и так далее. Вот, поэтому ясно, что двумя прогрессиями обойтись нельзя. Вопрос о тремя, о четырьмя, о пятью, да, вот давайте попробуем проанализировать этот вопрос. Может быть, в какой-то момент ответ будет «да». Может, в какой-то момент можно будет. Ну, давайте с трех начнем, значит. Ну, то, что двумя нельзя, мы видим, это очевидно. Можно ли тремя? Кажется, вот у нас вот начнем с 2,4, да, с 2,4. Ну, если мы начнем с 2,4, у меня для третьей прогрессии останется замечательные совершенно пустые места через 4, но, к сожалению, я не имею права снова использовать прогрессию с шагом 4, потому что шаги должны быть все разные. И, соответственно, если я после прогрессии с шагом 2 всунул туда прогрессию с шагом 4, то за три хода я уже не смогу ничего сделать. Дальше я могу, в принципе, попробовать с шагом 3 сунуть. Но вот беда. Знаете, в чем беда? Казалось бы, смотрите, как классно. Я прогрессию с шагом 2 взял, потом прогрессию с шагом 3. И я взял вот такое покрытие, вот такое, и останется как раз вот такое. Вот здорово. Наверное, за три можно, да? Взять половину, тройку и шестерку. Но незадача состоит в том, что когда я положу прогрессию с шагом 3, как бы я ее ни клал, я на самом деле закрою половину уже закрытых участков. Ну вот потому что, так сказать, взаимно простые они друг с другом. И когда я положил эти две прогрессии, ну сами поймите, почему будет пересечение в точности каждой шестой. Поэтому так не получится сделать 1, 2, 1, 3, 1, 6. Не получится, все не будет покрыто. Что у меня осталось? Смотрите, что осталось, когда я положил прогрессию с шагом 1, 3. У меня в любом случае осталась такая не очень регулярная, вот незакрытые места составляют две прогрессии с шагом 6. Две. Не одна, а две прогрессии с шагом 6. И, соответственно, одной прогрессии с шагом 6 я опять никак не могу обойтись. И, более того, понятно, что две прогрессии, если я взял одну вторую и одну 3, то две прогрессии с шагом 6 у меня никак, короче, уже ясно, что одна прогрессия, это все не закроет. Две разные прогрессии с шагом 6, никакой прогрессии, кроме чем с шагом 2, это уже нельзя. Закрыты быть не могут. Поэтому получается так, если к одной второй прибавить одну треть, то ничего не выйдет. Если прибавить одну четверть, тоже ничего не выйдет. Из трех, так сказать, прогрессий я ничего не смогу составить. Значит, ну может быть я к одной второй прибавлю сразу одну пятую, да? То есть вот в этом случае что-нибудь получится. Нет, не получится. И вот почему. Потому что теперь уже следующее будет больше, следующее будет только одна шестая, да? Или еще что-то, еще больше. И это уже меньше единицы. Тут уже вообще ничего не сделать. Вот, то есть, грубо говоря, можно сразу было сказать, что если я к одной второй прибавляю одну четверть, то следующее по плотности уже не получается, потому что сумма меньше единицы. Я покрыл меньше ста процентов большого куска. Следовательно, что-то осталось непокрытым, даже не учитывая пересечения. Ну и если одну пятую, тем более. Поэтому обязательно взять одну вторую, одну треть. Но если я возьму одну вторую, одну треть, то по плотности все получается, а по факту не получается. Вот, поэтому, поэтому и тремя тоже нельзя. Вот. Значит, теперь внимание. Теперь внимание. При n равно 4 я доказал разбором многих частных случаев, как сейчас, разбором многих, уже очень многих частных случаев, вкупе с оценками такого вида, с оценками вида, что там одна, ну, например, там одна пятая плюс одна шестая, да, плюс одна седьмая, плюс одна восьмая, уже явно меньше единицы, да и даже с одной четверти, если начинать, тоже меньше единицы, кажется, даже с одной трети, если начинать, то меньше единицы. Иными словами, вот, например, вот то, что одна треть плюс одна четверть плюс одна пятая плюс одна шестая это меньше единицы, это на самом деле очень тонкий факт. Это 57, ооо, 57-я школа, 57 шестьдесятых, и это действительно меньше единицы, и это означает, что нам не годятся четыре прогрессии, начинающиеся с одной трети, то есть одну вторую брать обязательно. Ну, а после этого начинается разбор случаев. Разбор очень многих случаев, я доказал с помощью разбора случаев, сравнение плотностей, рассматривая, как какие прогрессии пересекаются друг с другом, обязательно, когда эти взаимно простые, например, или когда они не совсем взаимно простые, но и не делятся там одно на другое. В общем, я провел нудное, некрасивое решение, задача примерно равно четыре. Мне оно страшно не нравится, излагать я здесь его не буду, потому что оно похоже на все, что мы сейчас делали, но гораздо сложнее. Так вот, вопрос ко всем. Существует ли человеческое решение при n равно четыре? Человеческое. Какое-то очень красивое доказательство, что четырьмя прогрессиями с разными шагами нельзя закрыть натуральный ряд. Ну вот я в комментариях буду рад увидеть такое решение, а сейчас расскажу, как пятью прогрессиями можно это сделать. То есть так вроде как в какой-то момент я вообще начал доказывать, что это вообще никогда нельзя, а потом мне Саша Полянский сказал, да ничего подобного, он говорит, там можно, придумай. Ты что, дурак что ли? Давай придумай. И я придумал. Смотрите, давайте, значит, сделаем следующее. Давайте, собственно, исходить из вот этой картины, то есть возьмем одну вторую и одну треть. Дальше у нас есть возможность с помощью одной шестой, о, я придумал красивое, я думал, я придумал кое-что красивое. Вот у меня двойка будет там, где я закрыл, значит, закрыл, вот то, что я закрывал двойкой, да? Дальше тройкой я начал закрывать отсюда, тут получилось вот так, значит, перекрытие. Вот, и так далее. Значит, что у меня здесь осталось? У меня осталось, как я уже сказал, вот эти вот две шестерочные прогрессии. Ну, так одну из них я могу закрыть шестерками. То есть 6, 6, 6. И у меня останется прогрессия, в которой, соответственно, ну, как бы мне нужно закрыть двумя прогрессиями прогрессию, идущую через 6. 6 мне уже нельзя брать. Вот как бы мне заменить 6 на два других числа, еще не использованных, вот вместо 2, 3, 6. Теперь мне нужно еще два числа закрыть, да? Закрыть вот эту вот прогрессию целиком. Ну, смотрите, мысль осенила меня, что одно из них должно быть просто 12, а другое, это какое-то пропущенное нами число, которое делится на 12. Например, 4. Если я закрыл остальные места четверочной, вот, у меня осталась прогрессия с ходом 12. Ну и прекрасно! Четверочная будет выглядеть вот так. И все полностью закроет. Поэтому мне же можно пересечение брать. Одна, вторая. То есть, короче, шаги будут 2, 3, 4, 6 и 12. И за 5 шагов я закрою весь натуральный ряд. Вот. Значит, что касается бонус-трека. Бонус-трек такой. Вроде бы можно доказать, что нельзя закрыть натуральный ряд арифметическими прогрессиями с разными шагами, если запрещено пересечение. Не пустое. То есть, не пересекающимися. Можете попробовать над этим подумать. Но вот это решение, я боюсь, что я длинные доказательства прочитать я уже на канале не смогу. Вот если кто-то коротко решит вот эту задачу про n равно 4, вот, там, где n равно 5, уже можно. И доказать коротко, что n равно 4 нельзя. То да. А еще я увидел одну классную задачу в Олимпиаде, но сходу не решил. Может, кто тоже решит быстро. Существует ли вот в этой прогрессии, если взять обратные к ней, то есть, 50r, этот самый, значит, 7 плюс 50r. Вот такая прогрессия дана. И мы суммируем ее члены вот так вот, один за другим, только обратные к ним. Может ли быть вот такая сумма, значит, ну какой-то этот член прогрессии очередной, может ли она быть натуральным числом? Сразу я не решил. Решил, что не буду решать, а дам вам. Вот так вот. Вот. Вперед, дерзайте, друзья. Дерзайте, пишите в комментах. Маткульт, привет! Субтитры сделал DimaTorzok